Когда мусульманин ставит на мелодию звонка какую-либо музыку или какие-либо звуки, которые мешают молящимся, мы скажем таким людям, что касается музыки, поставленной на мелодию звонка, то это недозволено, это харам. Этим действием ты причиняешь неудобства молящимся и ослышиваешься твоего Господа. Если мусульманину не разрешается громко читать Коран, чтобы не причинять неудобства молящимся, то что же сказать о том, кто повышает звук запретных вещей, вроде песни и музыки. Затем он попирает святость дома Аллаха тем, что он повышает там эти запретные звуки, музыку и песни. Дома Аллаха были построены только для того, чтобы в них поминали его имя, и чтобы мужи прославляли его там утром и вечером. Поэтому ты противоречишь той цели, которую Аллах пожелал, повышая в мечетях эти запретные звуки. Тебе обязательно покаяться перед Аллахом и полностью изменить мелодии своих звонков и сообщений в твоем телефоне, будь это во время молитвы или вне ее. Измени все сигналы твоего телефона, чтобы они не были музыкой и песнями, так как предназначение этих сигналов, чтобы они оповещали тебя о том, что кто-то звонит тебе. А что касается того, когда человек ставит на эти сигналы музыку или песни, то мы скажем, что это недозволенно и харам. Тебе обязательно покаяться перед Аллахом. Запретность этого становится более великой, если это происходит в домах Аллаха. Нам следует бояться Аллаха и возвеличивать его обряды и дома Аллаха. А также мы должны возвеличивать и почитать эти пять молитв и мечети, и не ослушиваться в них Аллаха. Это то, что связано с вопросами, которые ты упомянул.